Всем добрых дней! В эфире 50-й юбилейный выпуск Base Replace вместе с нами Goodgame.ru Аспирант, Баневур, все на месте. Ну и по традиции Благодарим тех, кто поучаствовал материально в историческом выпуске. Как говорил один известный рэпер Историческая дня Николай Сатаев 49 рублей Сиксаксис 200 рублей на чайок с шоколадочкой 100 рублей Биоксимикс Спасибо Аспиранту Юбоничу И Адольф 88 рублей Это он по имени Альянса, судя по всему, перевел Ну как-то Альянс, судя по всему Не завален золотом В общем, в любом случае, вам, ребят, большое спасибо Конечно, жалко, что в юбилейном выпуске Так мало поучаствовало донатеров Но сколько есть, столько и есть Ну и приступаем к непосредственно Денке Итак, Хуман Агент против Орка Гоблина На карте Секрет Вэлли И я немножечко раздосадован Потому что Я второй раз Комментирую этот реплей Поскольку в первый раз я обнаружил После того, как великолепно все откомментировал Прекрасно, это был эпичнейший монолог Наполненный самыми разными эпитетами, метафорами, аллегориями Искрометными панчлайнами Я обнаружил, что я не включил запись Так что я в прекрасном настроении И уже знаю, что будет происходить Прошу принять этого внимание Ну и, соответственно, не судить строго Зато я во псах Посмотрите справа внизу Крабр Я одновременно и комментирую уже реплей И одновременно смотрю игру вживую Там где-то в прошлом Ну что ж, Крабр с вами Хуман Агент Некогда довольно неплохой российский игрок Ну, звезд с неба не хватал Но был довольно конкурентоспособен на турнирах Против Орка Гоблина Я уже знаю сюжет этого повествования Поэтому я буду называть Орка Гоблином С особыми чувствами С особыми коннотациями Вот прям вот буду произносить так Вот ты Гоблин, конечно Гоблин полный Что он будет творить Это не в сказке сказать Не пером описать Кто победит, не знаю Но то, что этот джентльмен оправдает свой ник Это я вам точно говорю Пока все стандартненько Идет добыча леса Второй Бору У Гоблина И все, казалось бы, идет по Давным-давно проложенным маршрутам По определенным Паттернам Отработанным, отточенным годами Да, я буду курить электронную сигарету Потому что я, еще раз повторю Я в негодовании От самого себя Забыв поставить кнопку запись Я обрек себя на повторный просмотр Этого чудесного действия Да, здесь хуман крипит Оранжевую точку Два ядовитых, не знаю, кого Гнола, по-моему Да, ой, я вспомнил Их зовут гнолы Все правильно сделал агент Закрепился идеально Отвлек всех Получил немножечко по щам С ядовитых стрел Но все закончилось успешно Потому что Блэйк никуда не успел В магазин не побежал ТП не продал Сапоги не купил На Харас не сходил Не каждый раз у хумана получается такое Приятное и мощное начало А здесь глухая застройка Орг пройти не может Лупцует ферму Футмен отвернулся Чтобы не видеть Как в доме орут Маленькие дети от ужаса И его тетушка Зинаида Павловна Роняет сковородки Лесопилка Но о чем нам говорит лесопилка? А. Орг либо боится Застройки хумана И готовится к ней заранее Либо Б. Сам Собирается Собственно Альянс Затыкать Вышками В любом случае Эльф напрасно Тратит Эльф Ну пускай Эльф Да Назовем его И эльфом тоже Тоже гоблин Короче Блэйд напрасно Тратит время Тем что Проверяет на прочность Постройку фермы Я считаю Это не очень умно И вот здесь Хуман идет на Харас Лесопилки И тоже допускает ошибку Вот смотрите Вроде 2 элема Футмен Вроде отлично По таймингу Лупцует 1 элем распадается И вот смотрите Что сейчас Сделает Футмен Что сделает Футмен Где Архимаг Архимаг закупается В магазине Он покупает Выпал ему цирк лет А, Футмен Просто разворачивается И убегает Ну все Я так и понял И вот как раз Этого Футмена Не хватает Для того чтобы Пробрить лесопилку Возможно Хотя нет Я смотрю здесь По динамике В любом случае Он бы успевал Поэтому наверное Футмен поступил Довольно Разумно Что покинул Место действия В любом случае Хуман Видит короче Лесопилку Он не успевает Ее отменить Как вы думаете Какое решение Примет агент Обладая Этой ценой Информацией Войска Вступили в бой Подождите Несколько минут И вы все поймете Вот доделается Грет на Тир 2 Агент Сейчас проявит Себя как Самый настоящий Скриптовый Хуман Абсолютно бездумный Который Вот запланировал Так провести Игру И будет ее Так проводить Несмотря на то Что обстоятельства Вынуждают его Как-то Поменять Решение Хараст Лесопилки Продолжается На этом Хуман Дает Блейдмастеру Третий левел Ой в третий Второй конечно Второй левел Вот Бороу Там еще И двое Все таки Обольстились Обольстились На Бороу Позарились На Урача Логова И за это Ответят Своими жалкими Ничтожными Жизнями Ха-ха-ха Но Бороу Все таки удалось Отменить Хуману Да не будет Второй герой Ну и что Персоналочка На фонтан Прекрасно Это он молодец Но один Элем Уже Бороу Не нахарасит По моему А вот здесь Минус Футмен И второй Левел Блейду Достраивается У Хумана Ратуши Грейд На Масонере В первый раз Когда я смотрел Ту демку Блин Полчаса назад И забыв Воткнуть запись Я рассуждал О том Что Масонере Это значит Либо он боится Застройки Орочи Видя лесопилку Да и он заранее Сделал Грейд На прочность зданий Либо же сам Планирует застраивать Но это глупо Поскольку Урка Есть лесопилка И он может Быстро поставить Свою вышку На мейне А вышка Орочи Довольно заметно Снизит шансы Хумана На успешный Товар раж Но Агенту На это плевать Он Такой парень Шаблонный Довольно Как выяснилось Просто Ну все Я Хуман Я беру фаерлорда Беру архимага И иду застраивать Орка Гоблин Такой гоблин Он сейчас Ну короче смотрите Вот блэдмастер Лупит архимага Архимаг наутек Грантов Забыл Вспомнил Забыл Снова Вспомнил А что Едва не потерял Да нет Потеряет Нет не потеряет Тут надо И бежать Естественно Этим грантом На фонтан Орка паника Но в этой панике Он успел сделать главное Он поставил Старожевую вышку И собственно Это то О чем я рассуждал При первом просмотре Это старожевая вышка Ключевой Оплот Орочей обороны И Хуман Ну реально Триггернулся На эту застройку Совершенно напрасно Она уже не должна пройти Если ты видишь Ты пришел Ты увидел вышку Ну все Как бы Смысл застраивать Орк взял Кстати панду Отметим отдельно Этого героя Панда первая От застройки Помогает отбиваться Точно так же Как Точно так же Как Дилда Помогает отбиваться От изнасилования Только усугубляя ситуацию Здесь великолепный момент Когда Хутман умер А двое других Испугались Они стали добивать Почти уже Мертвого Гранта Ну и два труса Которые явно Получат Два наряда Вне очереди Ну точно не орден За такое Орка Есть фонтан Но там кстати На фонтане По моему Да Там погнали Гранта Там день наступил И гранта Погнали Кстати Нейтралы Есть точка На фонтане Я уверен Которая помогает Все таки хилиться Но орка Не видимо Или не знает Или ему было некогда В полу борьбы Этим заниматься Панду подхиливаем Поушеном Теряем Сейчас Очень бездарно Теряем Спирит волкера Вместо того Чтобы отвезти его И Уйти им в астрал Ну гоблин Ну что сказать Здесь нужен был Конечно Либо Шэдоу Хантер Для того Чтобы подхиливать Блейда Или кидать Хекс На Архимага И пытаться Его убить Быстрее Намного Чем это получалось У гоблина Либо нужен Какой нибудь Герой Реальный Против застройки Там Не знаю Питлорд Заливка Тот же самый Но не панда Которая первого левела Вообще Ничего там Не надышит Но то Как он будет Пользоваться панда Это отдельная Отдельная песня Вы все это Увидите Чуть позже Пока мы Только Установили Что Орк умеет Перенаправлять Катапульты На атаку По местности И получает Люлей Все Не только вышки Но и рабочие В этом плане Он молодец Вообще В целом Реакцию Уорка Довольно Правильные Два Борова Ну и здесь Я бы конечно Посоветовал Поставить Еще одну Вышечку Вот еще Одна вышечка Там возле Рабочих На золото Она бы В принципе Отменила Всю застройку От Кумана Абсолютно Всю От и до Битый Архимальд То есть Частично Он делает Все правильно Но частично Тупит Винволк Уходим Сразу же И еще Пару Ударчиков Нужно Чтобы Конь Ушел В алтарь Раз Ударчик Винволк И два Ударчик Винволк Все четенько Казалось бы Здесь Ну все Уже Делать нечего Хуману Можно писать ГГ И выходить Ну смотрите Потерял Мейн героя Стоит Орка Вышка И две Катапульты Наяривают Казалось бы Что Все Ну как бы Пиши ГГ Выходи Идея Застройка Была Изначально Идиотская Совершенно Диссонирующая С ситуацией На карте Но Хуман Не теряет Присутствия Духа Второй Магазин Строит Из первого Выкупает Три Игрушечных Вышки И Орк В шоке Вот дальше Смотрите Внимательно На поведение Панды И Ваши ставки Дамы и господа Что приняла Панда Перед тем Как выйти Из алтаря Вариант А Бутерат Вариант Б Димедрол Вариант С Галлопередол Вариант Д Это Панда В период Размножения У нее Атрофирован Мозг И она Не видит Других Панды Поэтому Пассивно Ну в общем Здесь Панда Хоть пришла Хотя бы Она просто Смотрит Она даже Атакует Вышки И помогает Дойду Но что С ней Потом Случится Не ясно Какие-то Транквилизаторы Подействуют Или что-то Еще Просто Обращайте Внимание На этого Героя Чуть Позже В общем Первое Дыхание Не шибко Катапульту Здесь Орк Мы видим Потерял Одну По глупости Душевной И Хуман Всячески Вычинивает Игрушечные Вышки Потратил Деньги На Архимага Бежит Снова Взад И продолжает Свою Истовую Застройку Ну Блэдмастер Третьего Левела И Естественно Происходит Ситуация Которая Очень Типична Для подобных Столкновений Когда Орка Долго Застраивают И Раскармливают Рабочими И Футменами То есть Орк Естественно Терпит Он В экономическом Убытке Он Не дополучает Голду Он Постоянно Отбивается От хараса Но Тем не менее Ничего Не строя Он Качает Героев А Хуман С Агрессивной Своей Позиции Он Тоже Тратит Всю Голду На Застройку Он Не Развивается Он Не Заказывает Технологичных Юнитов Он Не Закрепляет Своё Экономическое Преимущество Он Все Деньги Сливает В вышки В их Починку И Строительство Соответственно В итоге Орк Не Развивается Хуман Не Развивается Но Орка Прокачиваются Герои А у Хумана Не Прокачивается Это Типичное Развитие Сюжета В Подобных Ситуациях Панда Дышит Футменов Кое-как Футмены Забегают К рабочих Рабочих Мы В Борол Почему-то Не Сажаем И Отдаем Одного За Другим Но Здесь Еще Панда Хоть Как-то Проявляет Признаки Какого-то Интереса К происходящему На карте Дальше Она Впадет В совершеннейший Анабиоз Возможно Ну Не знаю Это Она Жизоверна Может Ей Не доплатили Она На пол Ставки То есть Полбоя Посражалась Но Это Все Впереди Вот Это Положение Панды Когда Она Смотрит Самозабвенно В Другую Сторону Она Очень Символично Для Этой Игры Харас Катапульт Орк Здесь Отчинивает Катапульт И В общем Иногда Орк Играет Как Орк А иногда Он Играет Как Настоящий Гоблин Вот Например Едва Не Отдал Третью Катапульту Блэйдмастер Вышел Вписаться Архимаг Получил Люлей Вот здесь Представляете Если бы Был Тот же Самый Шэдоу Хантер Просто Хекс И Минус АМ И Здесь Орк Позарился На Архимага Архимаг Пропил Поушен Блэйдмастер Пропил Поушен Но Блэйдмастер Перепутал Пути Он Пошел Не той Дорогой И Вот Здесь Нужно Бежать Ладно Какие фонтаны И так Сойдет Сбегаю Каяна Магас Куплю Поушен Все Отлично Замазываюсь Минус Катапульту Футмены Все таки Работают Панда Дышит Дышит Она В героев С одной Стороны Вроде Как Неплохо С другой Стороны Конечно Делать Это Она Должна Преимущественно В вышке А Не В Вражеских Юнитах Ну Хоть Так Пока Хоть Так Знаете Знаю В этой части Игры Она Хоть Как То Проявляет Себя Там По-моему Третья Панда Уже Но Я Не Уверен Ну Довольно Много Скормили Ей Юнитов Поэтому По-моему Она Третья Так По ощущениям Блин Как же Хочется Тыкнуть На нее Но Никак Не Вторая По-моему Вторая Вторая Еще Панда Ну Ничего Обед В столовой Орочи Продолжается Вот Новая Экспа Подошла Сейчас Будем Кормить Снова Косолапого И Снова Атака И Снова Мы Рабочих Не Сажаем В Борус Которые Дали Дополнительный Дэмэдж А Засейвили Б Пизантов Б Ну Пионов И Ц Не Дали Б Эксп Хуману Нет Мы Просто Все Это Сливаем Спокойненько Но При Этом Должно Что-то Позитивное Для Орка Подкармливаем Снова Это Милое Животное Которое Обычно Питается Эвкалиптами Но Сегодня Можно Закусить И Людьми Очень Кровожадная Панда Должны Перебить Регенерацию Перебивают И Много 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 Футменов Здесь Ложится Правда Этот Лег От Вышки А этот Лег От Меча Блейдмастера На Панду Отлично Панду Успела Выпить Пошен Кинули На Наносят Небольшой Если Я Не Ошибаюсь Тикает Но Это Не Точно Напишите В Комментариях Наносят Ли Демедж Саленс От Файрлорда Да Ну И Снова Битые Рабочие Мы Их Не Отводим Ничего С Нем Не Делаем Зато Катапульты Сохранили И То Хорошо Продолжаем Отбиваться Ну И Вы Примерно Представляете Да К чему И Ситуация Здесь Это же Когда на этой карте И на любой карте В Best Replace Есть Хуман То вопрос о том Кто проиграет Он становится Риторическим Единственный случай Когда этот вопрос Уместен Это когда на карте Есть два Хумана И тогда Непонятно Какой именно Проиграет Но От этого Вопрос Ответ на него Не становится Иным Вот Ну В общем Хуман Вы видите Изначально Выбрав Неправильную Стратегию Он потихонечку Потихонечку Вот Эту застройку Свою Теряет Сводится монет Вся его Тактика Золото Осталось Кстати На 3000 У Хумана А Прогресса Никакого Вышки Как стояли Там Где-то Вдалеке И стреляли По мэн Так и стреляют Зато Урачи герои Прокачиваются Все сильнее И вот здесь Панда По-моему Уже третья Если я не ошибаюсь На город Напали Да Ну и Собственно говоря Пожимай плоды Хуман Своей собственной Недальновидности Блэдмастер Фуловый Но это Гоблин Да Просто так Гоблин В общем-то Просто так Гоблин Не позволит Себе выиграть Естественно Он Обязательно Поможет Хуману И даст ему Ложную Надежду Панда Дышит Катапульты Стреляют А рабочие Умирают Больше ничего Не происходит Вот третья Катапульта Снова появилась Орк оббитый Фаерлорд Уходит в алтарь Ну так и должно быть Будь орк по скиллове Возьми он нормального героя Тут бы Хуманские Архимаг с Фаерлордом Вообще бы не жили Войска вступили в бой Ну вот А вот это панда Вот она начинает Потихонечку Вот здесь видимо Ее отвлекли Может быть позвонили По мобильному Может быть директор зоопарка Сказал что пора ехать обратно Может быть Здесь Ей подсыпали В Кашу эвкалиптовую Какой нибудь Транквилизатор На город напали Ну я думаю что Гала передол Потому что панда Вдруг реально окалела Она стала как вкопанная Парализованная И перестала всячески проявлять интересы Признаки жизни Уже это происходит Сейчас с пандой Она стоит на опушке И смотрит вдаль Здесь мы забыли Немножко дерево подобывать О! Проснулась Вдыхнула Это у нее все реже и реже Происходит Поэтому давайте Поаплодируем сейчас Мишке Гамме За то что он все еще с нами Последние рабочие Отправляются на застройку Агент тут с другой стороны Понимает что у него не остается Хотя сейчас еще шанс Как то Шанс на аут Не на камин аут А на аут Шанс на то чтобы Повернуть Сюжет в другое русло Еще есть Можно пойти Покрепиться Там я не знаю Попытаться По крайней мере Можно просто Вот забить на все У орка есть Трикат и два героя У нас Застройка не удалась Но У нас есть Живой архимаг Мы можем еще как Попыхаться А может быть он уже понял Что надо улыбить Поскольку Трикат и два Прокаченных героя орка Естественно придут В гости к хуману А у него нет лучших на мейне И не на что их строить Особо И он здесь проиграет Может быть Агент уже понимая Всю безосновательность Безосновательность Попыток Поменять что-то В игре Поменять Стратегию Он уже идет до конца И спивает Из этой чаши Чаши горести До дна Панда Еще раз дышит В архимага Кстати удачно И вот здесь Блэйдмастер забейтился Он начал бить архимага Архимаг побежал на утек Блэйдмастер тоже Но получил сайленс И умер И вот здесь Гоблин думает Йопс тудей Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй Фантазия У меня нет голды на Блэйдмастера Панда бежит тут же в алтарь Ну это К слову забегает Это последнее Активное действие От медведя Ну и архимаг Вот здесь Вот здесь Хуман Вот здесь был у Хумана Последний шанс Что-то поменять Свичнуться в какую-то Другую страту Взять Рабочих Поставить экспанд И попытаться Дальше поиграть В макро Потому что Денег на выку Блэйда У орка нет Панда стоит Курит Под таверной Но Хуман Решает добивать Архимаг К слову Продает Или покупает Покупает книгу забвения На последней шиши Переучивается на Близзард И Хуман Не теряя надежды Вновь как Бабушка На почтальона Бросается На Лагерь орков Войска вступили в бой Мастерскую строит На последней Строит Ну вообще заказывать Заказывать мортиры Против Блэйдмастера Почти пятого левела Это Довольно Нерентабельно Сомнительная идея Рабочие Наконец-то Нашли Свои Борус Но Когда вас заливает Третий Архимаг Со вторым Близзардом Прятаться в Борус Уже бесполезно И рабочие Это вовремя понимают Но пришел Слава богу Батя Блэйд Он сейчас на этом Огненном элеме Должен получить Пятый Но Мы этого не видим Закончился Орудник Тем временем Ну и все Агент ушел Волдин окончательно То есть вместо того Чтобы потратить ресурсы На Экспанд Он потратил их На книгу забвения И на мастерскую Окей Это его решение Застроить Хумана Застроить орка Он уже не может Это очевидно Поскольку у него Просто нет ресурсов Нет инкама Орка осталось Еще немного денег В руднике Но отличная заливка Рабочих Орк забывает Их спрятать И вот здесь Очень опасный момент Блэйдмастер Ну понял Что он второго раза Не переживет Вторую клиническую смерть Ему не одолеть Его бы из него Не вывели уже Зато В анабиосы В кому впадает панда Она просто Отвернулась И смотрит в лес Она действует По принципу Не замечаю врага Поворачиваюсь К нему спиной Не боюсь его И враг Должен дрогнуть В общем Непротивление Злу Насилие Хотя вот здесь Добило двух элемов Или нет Они сами рассыпались Ну и панда Поняв что Все тлен Снова Вглядывается В сумрак Подступающей Ночи А нет Уже В рассвет В предрассветный сумрак Да такой И вы спросите Ну может быть У панды нет маны И это будет Довольно логичный вопрос Но Когда в какой-то момент Аспирант покажет вам На Манобар Этого животного У вас Я думаю Бомбанет Так же как и у меня Ну а пока Катапульты стреляют Мортира тоже К слову Не теряется Панду никак нам Не показывает Аспирант Вот-вот Он должен это сделать Панда понимает Что здесь что-то Картещи прилетает Какие-то дробинки В ее шерсти набиваются Нужно отойти Чуть подальше Главное Не смотреть Врагу в глаза И продолжаем Великое стояние Блэдмастер Тоже регенится Он пятого левела К слову И вот здесь Посмотрите Сколько битых рабов Наверху у Хумана Одно дыхание панды И это ГГ Архимаг бросается В погоню Ну сейчас бросится За катапульта За уезжающими Баллистами И это ошибка Конечно Потому что Далеко от вышек Уходить нельзя Он получает Люлей Здесь Блэдмастер Уже может Конечно Его убивать Архимаг все продает Срочно Покупает Поушен И Блэд Это видит Катапульты Настреливают По рабочим Они сейчас все упадут Панда По прежнему не обращает 265 маны У животного 265 маны Падает катапульта Ну я надеюсь Ваши стулья Уже начинают Пригорать Это самая Невозмутимая Самая инертная И аутичная Панда Из тех Которых я видел Судя по всему У нее началась Зимняя спячка Она пересмотрела Игру престола В зима близко И с этими словами Панда ушла В запой Или в сон В общем ее надо Как-то перезагрузить Но до конца игры Она из комы не выйдет Но здесь До конца игры Уже остается немного Поскольку у хумана Нет никаких шансов На успех Да у него Там осталась Одна мартира Орка 4 здания Герои которые боятся Отойти от вышек Блейдмастеров Уловы 5 левела Который Вот он Вот он архимаг В попытке залить Базу Панда Выходит из анабиоза Дышит в архимага И снова впадает в него Напоминаю Панды Ну там Еще на 3 дыхания Хуман крепится Архимаг заливает Я не знаю Психанул агент Или Почесал нос Но архимаг На этой заливке Сложил свою Буйную головушку Остается Один герой Мортира Панда Находит себя В этом мире Но ненадолго Ну и здесь Нужно просто Добить мортиру В общем то Довольно предсказуемый сюжет Мы их таких Много видели Уже в Best Replace Когда застройка Не проходит Потому что Не развивается Хуман А просто Прокачивает Орочих героев Минус мортира Войска Вступили в бой Остается 4 здания У Хумана У орка Внизу по моему Ничего нет Фаерлорд Пытается Какой то Нанести ущерб Зданиям Но Пока что Наносит ущерб Только Блэйдмастеру Который От смеха Уже наверное Надорвал себе Пупок Небольшие побегушки Блэйдмастер боится Трех вышек И вот здесь Происходит Самое необъяснимое Событие В игре Которое я Иначе как Массовое самоубийство Подростков Из группы Синий кит Объяснить не могу Позвонили Огры Сказали 4 20 Срочно Бедите К нам И они Побежали И вот Посмотрите Какое Жуткое Душераздирающее Кровожадное Зрелище Дети Самоубиваются На свежем Воздухе Насвистываем Жуткие Крики Вопли Умирают Абсолютно Все И оставшийся Огр с дубиной Под Блодластом Переключается Не на того Рабочего Но Он понимает Что он обречен Тем не менее Он стоит Просто на трупах На трупах Своих врагов А это По моему Смерть Достойная Самурая Или Настоящего Конкистадора В общем Массовое самоубийство Помянем Но Финал этой истории Будет еще более эпичной Когда Дым сражения Рассеялся Прибежала Панда Метким дыханием Забрела Трех рабочих Забрала девайсы И вот здесь Хуман понял Что все тлен Панда сказала Спасибо Несите еще Агент Плюнул Наверное Клавиатуру Вытер слезы Рукавом И Не дожидаясь Пока ему Бьют фаерлорда Вышел из игры В общем Довольно Поучительная Демка В чем была ошибка Хумана Изначально В выборе стратегии Ему не нужно Былать и застраивать Знаю что Орка есть Ранняя лесопилка И несмотря на всю Братскую помощь Оказываемую Гоблином Стратегия Агента Все равно Оказалась Провальный Провальный Нужно было Славы В котором Самый щедрый Наши Инвесторы Прямо сейчас На ваших Экранах Вообще Поддерживайте Рублику Рублем Потому что Благодаря Материальной Поддержке Выпуски Уходят В два Раза Чаще Ну а с вами Был Банни Вур Аспирант Сайт Goodgame.ru Юбилейный 50 выпуск Best Replays Всем пока Не будьте Пандой Субтитры